Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я хочу записать такое небольшое видео для вас. Я сейчас была в спортзале и в бассейне, если быть точнее. И подъехала к школе забрать своего сыночка. И читая ваши комментарии, я так понимаю, что очень у многих, ну не совсем, наверное, у многих, но все же возникают вопросы с спортзалом. Вообще даже не то, чтобы вопросы, а стесняются некоторые девушки ходить в спортзал. Потому что имеется лишний вес, и лишний вес там не 5-6, даже 10 килограмм, а намного больше. И с таким лишним весом девушки стесняются ходить в спортзал. Я вам могу сказать, что не нужно вообще этого стесняться. И я вам больше скажу, всем абсолютно все равно на то, в каком вы весе, как вы выглядите, что вы делаете, потеете, вы не потеете, я не знаю, и тому подобное. И я вот, например, хожу в спортзал, называется он «Фитнес Хаус». Это, ну, кто из Питера, тот, наверное, знает. Это такой, ну, бюджетный спортзал, то есть есть намного лучше и намного круче. Я как-то давно еще до рождения своего первого сыночка, то есть до похудения, я тоже ходила в спортзал, и это был, по-моему, «Лидер Спорт» назывался. То есть это более, ну, более дорогой такой спортзал. Так вот, если вы думаете, что в спортзале одни сплошные фитоняшки, вот как из Инстаграма, то вы глубоко заблуждаетесь. Потому что вот, да, в тот клуб, который был подороже, там было больше девушек, женщин, таких подтянутых, таких, знаете, прям фитоняшек. В моем вот спортзале, в котором я хожу сейчас, то есть в фитнес-хаусе, таких можно сосчитать по пальцам. В основном, ну, во-первых, я хожу днем, и в основном в этот период ходят женщины, которые, ну, не работают, скажем так, как я. Вот. А также женщины в возрасте, то есть, ну, такого пенсионного возраста, да, я вам больше скажу. Я однажды видела, вот в прошлом году ходила одна, ну, я могу ее назвать только бабулечка, ей, наверное, за 70. Она доходила до бассейна с палочкой, ну, то есть она такая совсем-совсем старенькая, да. Она доходила до бассейна с палочкой, оставляла палочку около бассейна, около лесенки вот этой, да, которая спуск идет, и плавала. И просто вот, вот респект и уважуха ей, я вам, вот других слов я не могу подобрать, потому что в таком возрасте она там вся, вы же знаете, такой вот, ну, когда старческая, такой вот руки потрясываются, так голова потрясывается, вот она такая, такая вот вся скрюченная такая, знаете, вот, ну, ну, совсем уже старенькая, но за 70 ей явно, если не больше. И она ходит в бассейн, это круто. Женщины в возрасте, там, пенсионного возраста моей мамы ходят в бассейн, они все разного веса. Есть даже женщины, которые очень такого, очень большого веса, да, и которым даже из-за весы тяжело ходить, и они все равно ходят. И молодцы, и правильно делают. И не только в бассейне я их встречаю, но и в самом спортзале. Так что, девочки, не нужно вот думать, что вот вы придете такая там, с лишними килограммами, да, и все вокруг такие фитоняшки, и все будут на вас смотреть и думать, о, боже мой, она такая толстая там, или еще что-то. Нет, вообще, я вам даже больше скажу, что всем вообще все равно на вас. Я вот по чесноку. Вот лично я, например, хожу в спортзал для того, чтобы вообще даже не то, чтобы там позаниматься, ну, не без этого, конечно, да, и привести свое тело в порядок и так далее. Но и для того, чтобы, ну, как бы порелаксировать, то есть побыть наедине со своими мыслями, несмотря на то, что вокруг меня много народу, да, я ни с кем не разговариваю, я вообще молчу, я просто, не знаю, погружаюсь в свои мысли, о чем-то мечтаю, строю какие-то планы и так далее. Я вообще вот на других я очень редко когда вообще смотрю, то есть меня надо вот прям зацепить, чтобы я обратила внимание. И в принципе так все делают. Единственное, что я никак не могу понять, зачем ходить в спортзал и брать с собой печенье? Зачем ходить в спортзал и брать с собой бутерброды? Зачем ходить в спортзал и после спортзала идти в бассейн? Более того, я таких женщин вижу именно с лишним весом, достаточно большим, который после спортзала или после бассейна едят печенье, бутерброды, идут в Макдональдс, который, кстати, рядом у нас, то есть выход из спортзала и рядом вход в Макдональдс. Ну, как бы здорово сделали, конечно, молодцы, ничего не могу сказать. Вот, но вот так вот у нас. И вот этого я действительно не понимаю. А если вы пойдете, будете заниматься в кайф, в свою, так сказать, не знаю, ради своего здоровья, девочки, ну, хотя бы ради своего здоровья. Я вот вам могу сказать, я после рождения первого ребенка и после рождения второго ребенка, в особенности, я очень сильно страдала болью в спине. То есть у меня ничего такого нет, нету никаких ни защемлений, ни грыж, ничего подобного. Но все равно вот усталость такая, тяжесть в спине, это все проходит, когда вы пойдете хотя бы в бассейн. Я не занималась в спортзале, когда худела. Я уже объясняла, почему. Потому что у меня были маленькие дети, и мне некому было оставить. Мама со мной не жила на тот период. Да и как бы по финансам тоже. То есть это нужно было куда-то ехать. Да, можно было оставлять, когда муж приходит с работы. У меня муж иногда приходит с работы в 10 вечера. То есть какой я пойду в спортзал в 10 вечера, вообще на самом деле непонятно. И я ни в какой спортзал и не пошла бы в 10 вечера. Поэтому, понимаете, да, можно было там как-то на выходных. У меня муж на выходных иногда работал и работает сейчас. Поэтому надеяться на мужа, что он посидит с детьми, а я пойду, я не могла. Не было финансовой возможности у меня, еще вот так скажу. Потому что абонемент, ну, это все-таки 1020. Плюс еще купить себе купальник, не знаю, тапочки, спортивную форму и так далее, и тому подобное. Хотя нет, в фитнес-хаусе поменьше абонемент. Можно и подешевле купить. Вот, ну, сам факт, да, как бы. Но я могу сказать, что я на самом деле иногда даже очень сильно жалею, что я не ходила на спорт, когда худела. Потому что сейчас я вижу, что кожа моя, вообще тело мое, приобретает тонус. Оно становится, ну, не знаю, красивее, лучше. Даже, не знаю, ну, реально уходит живот, подтягивается попа. Я не знаю, как еще сказать. Подтягиваются ножки. Потому что, когда я похудела, вот такая дряблость мышц, она у меня была. И сейчас вот с каждым разом, я не знаю, с каждым днем и с каждым месяцем вот эта вот дряблость, она уходит, проходит, и тело становится, ну, как молодеет даже, да. Поэтому, если у вас есть возможность ходить, то есть время и деньги на то, чтобы ходить, ходите. Не думайте вы ни о чем. Я не знаю, включите вы там музыку себе в наушниках. Или, кстати, когда я занимаюсь на кардиотренажерах, я иногда смотрю какие-нибудь видео на ютубе, чтобы, ну, потому что я не люблю кардиотренажеры, но знаю, что на них полезно заниматься и нужно заниматься, нужно тренировку свою начинать именно с кардиотренажеров. Также по поводу того, стоит брать или не стоит брать тренера, и по поводу моих, лично моих занятий, я могу сказать так, что я не буду показывать, какие упражнения я делаю. Почему? Еще раз объясняю, потому что я, у меня травмирована нога, и все мои упражнения, они серии лайт. Мне нельзя давать нагрузку на ноги, на обе ноги. И вообще, если у вас там есть, я не знаю, варикозное расширение вен или еще какие-то проблемы, вообще со здоровьем, со спиной, с ногами, с суставами и так далее, то берите тренера, говорите ему об этом, и он подберет для вас программу, которая будет эффективна, и при этом вам не навредит. Тренера брать нужно. Если вы никогда не занимались спортом, если вы вообще не знаете, что такое тренажеры, никогда не были и так далее, то берите тогда тренера. Если вы будете заниматься групповыми занятиями, вот это другое уже дело. Групповые занятия, ну, они как бы так вот направлены, да. Но если на тренажерах самостоятельно вы хотите, взяли 10 занятий, 5 занятий, вам составили программу, показали, вы занимаетесь себе спокойно, когда есть настроение, когда есть желание, когда есть возможность. Потом спустя какое-то время вы можете взять еще раз опять же этого же тренера или какого-то другого, чтобы он вам как-то подкорректировал, сделал что-то лучшее, что-то... Ну, в общем, я думаю, вы меня понимаете. Поэтому я советую брать тренера, я советую брать вообще ходить на фитнес и не стесняться этого. И здесь вообще ничего такого нет. Это наоборот... Я не знаю, блин, ну, это как к врачу, считайте, вы ходите. Вы ходите к врачу, вы же не стесняетесь, да. Ну, вообще где-то находитесь, ходите, вы же не стесняетесь. Ну, здесь то же самое. Люди абсолютно разные ходят. И со шрамами женщины приходят, и с... Не знаю, с какими-то... И с какими-то историями. Ничего страшного, ничего такого не происходит. Так что... Так что, девочки, ходите, не стесняйтесь, не смущайтесь, не... Не знаю, здесь нет ничего такого, вас никто не укусит, и никто на вас косо не посмотрит. И я вам даю гарантию 100%. Потому что даже я... Вот... Ну, я, конечно, была полненькой, я более так лояльна, можно так сказать, отношусь к полноте. Ну, я как бы прохожу мимо, ну, занимается, занимается. Наоборот, даже с мыслью молодец, да? Потому что не каждый себя заставит пойти в спортзал. Не каждый вообще себя заставит что-либо делать для того, чтобы похудеть. Как я уже говорила неоднократно, многие придумывают какие-то отговорки, какие-то непонятные истории и тому подобное. Так что, девочки, занимайтесь спортом, любите себя, никого не стесняйтесь, не смущайтесь. Ну, а я уже побежала за своим сыночком, он мне уже позвонил. Обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, как вы относитесь к спорту, занимайтесь спортом хоть каким-либо, да? Ну, а я всех люблю, целую и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!